Глава пятнадцатая. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, Порадуйтесь со Мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах боли и радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, Порадуйтесь со Мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. И когда же он прожил все? Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред Тобою. И уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже не достоин называться сыном Твоим. Но отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, Станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, Пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, Что это такое? Он сказал ему, Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его выйдя звал его. Но он сказал в ответ отцу, Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А то надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.